Я рад приветствовать людей, готовых на все случаи жизни. На канале Дымако, меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем выживать в игре под названием 60 секунд. Ну что ж, дорогие друзья, давайте посмотрим, что там с нашей семьей происходит. 60-й день. Мэри Джейн у нас ушла за пропитанием. Я надеюсь, она не съест всё по дороге. У нас конкретный беспорядок и бардак, посмотрите, валяются банки, бутылки, хотя бы мусор бы какой-нибудь там организовали, в угол бы всё сбрасывали. Народ, конечно, у нас прикольный. Голод, жажда, жажда, ушиб. Ну да, он с котом подрался, точнее кот его избил, я бы так даже это назвал, его сбил кот. И ему плохо, я вот не знаю даже, что же нам делать теперь, потому что нам нужна аптечка, и я боюсь, как бы это не привело к какому-нибудь там заражению и потом ампутированию руки. Муха, проклятая тварь! Муха, не смог я в этот раз её мне попасть, походу, я и в прошлый раз мне не попал, она просто хитро спряталась. Коварная тварь. Так, ладно, ушиб, усталость, истощение. Смотрите-ка, жажда есть, да? Ну, вроде пока... Ну, вот он и общий. Смотри, как она смотрит на мужа, мол. Опять ты понимаешь. Ха-ха-ха! Явно с осуждением. Она что-то не любит особо-то его, походу. Как будто он взорвал ядерную бомбу и теперь не соседет в бункере, благодаря ему. Мэр-Жейн вышла наружу, давайте надеяться, что она скоро вернётся. Тимми очень голоден, Тимми не думает ни о чём, кроме воды. Долорос выглядит довольно-таки неплохо. Тед долго не протянет без воды. Ещё как протянет. Смотрите, у нас у меня, получается, вообще ничего не произошло. Кроме как того, что Мэр-Жейн у нас ушла и всё вроде. Так, давайте ещё раз. Тед вроде как бы там тоже лопать или чё он только пить хочет. Жажда, ушиб, усталость, истощение. Вот Тимми надо покормить. Тимми голоден. Долорос вообще всё прекрасно. Тимми, держи баночки. Из баночки хлеба не от хлебни моего супчика. Что она? Картинка, конечно, обалденная просто. Мы очень скучаем по прежней жизни. Пространство, чистое небо и вкусная еда. Ах, если бы можно было повернуть время вспять и остановить это падение этой треклятой, проклятой, противной, заразной бомбы. О чём вам суп плох? Вы же сами сказали, что тёть Маша там или как её там звали в столовой школьной готовила обалденно вкусно. И типа она готовила суп. Ха-ха-ха, она вам его просто разогревала. Походу. Я не знаю. Мэр-Жейн, ты не пришла? Мэр-Жейн, пожалуйста, вернись. Негодник, проклятый. Избил Теда. Что нам теперь делать? Тед. Обезвоживание у него. Обезвоживание. И небольшая жажда. Ах, эх, а как нам же дальше жить-то? Сладкие воспоминания. Сладкими воспоминаниями. Но мы должны быть готовы ко встрече с суровой реальностью. Да, Тимми очень голоден. Тимми в ужасном состоянии. Нужно дать ему попить. Или попеченье, чтобы не просил больше воды. Да, Лорес долго не протянет без воды. На вид Тед уже одной ногой в могиле. Ему нужно срочно воды. У него обезвоживание. Обезвоживание. Поесть там никто не хочет из вас-то, из двоих. Тед, ты пожрать не хочешь? Тед, может тебе еда успокоит? Тед, успокоит твои нервишки. Уже расшатанные, можно сказать. Так, уже у нас за собой. Опять радио, да? Можно и дальше сидеть. А можно сидеть и мечтать о радио. Вот я предлагаю этим и заняться. Будем сидеть и мечтать о радио. Что? Мэри Джейн все-таки нам его принесет. Мэри Джейн? Нет. Мэри Джейн еще не пришла. Эх, проклятая Мэри Джейн. Я что-то на всех сегодня гоню. Я надеюсь, что Мэри Джейн вернется и принесет что-нибудь но очень полезное. Главное, что нужно делать, это слушать радио. Нет. Главное, что нужно делать, это мечтать о радио. Главное, что нужно делать, это изо дня в день мечтать о радио. И чтобы кто-нибудь из вылазки принес нам его. Может, о Тиме этого и не скажешь. Но он очень сильный мальчик. У него все отлично. Долорес дольше не протянет без воды. Ну да, у него сейчас должно быть обезвоживание. Тед говорит, что не нужно о нем беспокоиться. Он в полном порядке. Я Тед. И обо мне не нужно беспокоиться. Я в полном порядке. Вот так говорит Тед. Каждый день. С утра до вечера он про это говорит. Он уже потихоньку, наверное, с ума сходит. Так, давайте. Долорес, конечно же, водички. Так, Тиме, ты там не притворяешься? Может, ты вдруг голодный? Нет, он нормально все у Тиме. У-у-у, блин. К нам во двери ломится банда мародеров. Нет, как так? Ну, блин. Тиме, ты что сидишь? Ё-моё, почему ты ружье еще не починил? Или ты эту дай книгу эту? Я не знаю, как починить ружье. Ха-ха, нет, мы сейчас умрем все. Они требуют, чтобы мы их впустили. Это не шутка. У нас есть выбор. Сдаться или бороться до конца. Перемирия не будет. Блин, у нас вообще ничего нет. Не топором отмахаться. Не замок поставить на дверь. И замок куда-то мы дели. А куда мы замок-то дели? Я, по-моему, он кому-то дал в дорогу. Нет? А мы его обменяли. Блин, теперь я буду знать, зачем замок нужен. Я буду запирать мародеров в дверь. Какого черта? Мне никто ничего... Вы слышали это? Они убили Тимми! Сволочи! Мне ж не послышалось. Был выстрел. Блин, давай читать быстрее. Что там такое? Я боюсь читать даже. Ха-ха-ха! Мы бессильно смотрели, как эти жестокие животные выволокли Тимми из убежища. Надеемся, мы его еще увидим. А еще пока, по крайней мере, ну, увидим живым. Долора сохраняет железное спокойствие. Блин, вот прям реально железное. Потому что увидеть, как ребенка волокут какие-то уплютки. Блин, неизвестно, что теперь я с ними буду делать. Может быть, насильничать по очереди. А, может быть, его запишут в банду мародеров, и он будет мародерничать. Книжку он уже прочел юного мародера. Я думаю, что он может побеспокоиться. Ребята, я даже не знаю, что нам дальше-то, Тимми забрали. Ё-моё, ушиб. Усталость, истощение. Ничего им не надо. Блин, дал, думать, какого? Че, опять, что ли? Опять, что ли, к нам кто-то идет? Кажется, мы не одни. С нами большой волосатый кролик-монстр. Похоже, он прячется в... Прячется в наших трубах. А, в наших трубах. Он высовывает голову и пялится на суп. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А потом на кота. Такой, типа, эй, кот, поедем супчику, повеселимся после этого, а? Мы не можем допустить, чтобы он добрался до него. Нельзя, чтобы он тут находился, пока мы тут спим, походу. Пока мы спим, да? Блин. И кролик-мародер заберет наш суп. Ну суп-то ладно. Лишь бы не убил никого. Джейн. Ты ничего. А воды принесла немножко. А фонарик, смотри-ка, принесла. Фонарик принесла. Блин, воды много стало. Патроны у нас даже бандиты не забрали. Мародерские. Да, да, да. Не очень хорошо, не очень. Монстр-грызун выиграл. Он выиграл и украл наш суп. Проклятое махнатое существо. С едой или без, главное, что мы вместе. Правда? Надеемся, он не вернется. Да, забрал у нас один суп. Ну а супа, слава богу, что пока хватает. Ничего не могло сделать нас счастливее, чем возвращение Мэри Джейн. Нам кажется, что кто-то следовал за нами во время нашей экспедиции. В следующий раз мы должны быть осторожнее. Ну да, да, до сих пор за нами кто ходит. Возможно, это те же самые мародеры, проклятые. Они у нас выследили, что мы тут живем. Мы уже собирались сдаться и возвращаться с пустыми руками в бункер, как вдруг мы обнаружили церковь, которая достаточно хорошо сохранилась, если не считать осколка незарвавшейся бомбы, застрявшей в церковной башне. Солидная группа людей молилась бомбе. Ха-ха-ха-ха-ха! Искандировала что-то о световом расщеплении. Это типа на Fallout, да? Это типа на Fallout отсылочка. Нормально, нормально, мне нравится. Хоть происходящее было очень странным, люди выглядели довольно дружелюбно. Но эти хорошие люди дали нам немного консервированного томатного супа и сказали, что они его не любят. Теперь мы уверены, что они чокнутые. Ха-ха-ха-ха! Как можно не любить... Чё? Чё? Как можно не любить томатный суп? Ты можешь не любить мать, ты можешь не любить страну, ты можешь не любить президента, но томатный суп ты любить обязан. Типа того. Ну так, наверное, они считают, я не знаю. Сектанты решили, что им не нужна святая вода. Но мы провели магические обряды, превратили в пустые бутылки из-под вина в довольно полные бутылки с водой. Это хорошо, хороший обряд был. Под одной из кроватей жилой части церкви мы нашли редкие сокровища. Книгу эволюции и фонарь. Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Типа, знаете, запрещали, наверное, церкви там изучать эволюцию. Мол, богохульство там. Ночью, пока никто не знает, да, такой. Читал, наверное, человек. Ха-ха-ха! Я представляю эту ситуацию. Такое, а вы знаете, что Джимми изучает Дарвина? Я расскажу настоятельнице. Пора скинуть мозгами мы взяли... Пора скинуть мозгами мы взяли фонарь. Диета Мэри Джейн позволяет немного поесть. Мэри Джейн сильно устала. Долорес выглядит довольно-таки... Неплохо. Тед голоден. Без воды Тед умрет. Тед у нас ранен еще, вот знаете. Я бы отправил бы кого-нибудь на пустоши. Но вот Теда точно, наверное, нет. Мы отправим, наверное, нашу Долорес прекрасную. Она сможет нам что-нибудь принести. Усталость, истощение, голод. Так, жажда, голод, ушиб, усталость. Блин, аптечки нет. Ладно, Долорес ничего не нужен. Так, давайте мы тогда, получается, покормим у них двоих, да? У тебя же только вода, только жажда пока. У него пока только жажда. Кто нам будет ружье чинить? Вот кто? 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 Я еще раз спрошу. Кто? 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 Кто нам будет чинить ружье, которое мне так сильно надо? Когда придут мародеры, они заберут последнее. Тут бы кота забрали, я не знаю, с собой в конце-то концов. Не мешался бы под ногами. Сегодня к нам в дверь постучала группа врачей. И спросила, есть ли у нас с чем заполнить их полупустые аптечки. Мы ни на секунду не сомневались в правдивости их слов. У них даже есть белые халаты и все такое. Поможем им? Короче, мне предлагают воды дать, да? Так, подожди, подожди, подожди. Ну-ка, 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 ну-ка. Что там у нас? С водой. Это целый батл воды. Ну, в принципе, я готов. А вдруг они дадут нам аптечку? Скажут, что спасибо, вот вы. Но хотя у них типа пустые аптечки, да? Заполнить их полупустые. Но наполовину, да, ведь они полные. Наполовину пустые. Может быть, у них будут медикаменты, потому что нам надо подлечить Теда, Тедболе. Давайте, давайте, давайте отдадим водичку. Может, Тимми вырвется, вернется к нам домой. Знаете, такой весь в обмундировании. И, как... Вот, смотри, Теду совсем плохо. И нам нифига не дали. Никаких... Блин, Теду вообще он позеленел, он скоро отъедет. Он превращается в зомби. Это кот, который разносит заразу зомби. В ядерном апокалипсисе. Я понял, короче. А, нет, кот проклятый. Мы спросили, есть ли у них докторские удостоверения. И все хором ответили, что оставили их в других штанах. Мы не осмелились спросить, были ли это их единственные штаны. Мы дали им бутылку воды и пожелали счастливого пути. И удачи со штанами, конечно. Это у вас единственные штаны? Точно? Диета Мэри Жейн позволила немного поесть. Долорес не ела некоторое время. Долорес долго не протянет без воды. На вид Тед уже одной ногой в могиле. Ему срочно нужна вода. Тед заболел. Тедушка, заболел наш, блин. Ё-моё, скоро будем хоронить тебя. Толстячок ты мой ненаглядный. Болеет, ушиб. Усталось. Он все собрал, походу. Осталось ему еще только поесть захотеть. И все, капец. Так, голод, усталось. Голод, голод. Тебе в воду, да? В воду. Так, голод, голод. Тебе в воду. Так, кто пойдет? Толорес, конечно, пойдет. Что тебе дать? Ничего тебе давать не буду. А вот может фонарик подойдет? Хотя, наверное, нет. Мне сказали, что, в принципе, давать надо только либо противогаз, либо ничего. Все. Я, конечно, в этом сильно не уверен, потому что мне кажется, что карту тоже можно дать. Это же, наверное, поможет как-то. Хотя я не уверен, опять же, тоже. Возможно, остальные предметы это просто для каких-то событий, которые происходят внутри бункера, а не снаружи. Ну, ладно. В любом случае, давайте поюзаем. Кстати, сказали, что ружью патроны не нужны, чтобы шарахаться с ружьем, например. Тебе не надо давать патроны в руку. То есть, патроны, это отдельная тема. А ружье это отдельное. То можно ходить и стрелять, видимо, из ружья. Хотя у него в магазине есть патроны. Кто пришел? Кто пришел? А, она ушла же. Она же ушла. Я же испугался. Да, она же ушла. Ладно. Что, дочурка, мы с тобой остались вместе. Будешь папку хоронить? Марийжин очень голодна. Марийжин умоляет, чтобы ей дали воды. Долорес на пути к поверхности. Будем надеяться, что она вернется в целости и сохранности. Тед болеет уже слишком долго. Мы должны что-то предпринять. Но у нас Долорес отправилась предпринимать. Жажда, голод. Ты что-то много лопаешь, Марийжин. Ты про диету свою, про которую ты мне все уши проружжала. Ты как бы о ней думаешь? Так, еды осталось немного. Тед болеет. У него ушиб. Усталость. Так, ну я даже не знаю, кормить, не кормить. Я, наверное, не буду ничего кормить, но ее нафиг. Она что-то уже... К вам умятся бандиты и обещают жестко с нами расправиться, если им не откроем. Опять бандиты. К шестой день они только что приходили. Ты, наверное, Тимми уже такой, да? Я знаю, ребята. Знаешь, только чтобы втесаться в доверие к ним. Я знаю, ребята, тут одно место. С харчим там у них много всего. И такой, и повел туда, да? Своих бандюк. По-любому. Они заберут Марий Жейн. Марий Жейн. Им нужны женщины. По-любому. И кота забрали. Пипец. Тед, ты один остался. Ты в курсе? Что за беспредел? Они... Кота расстреляли, а ее забрали? Или наоборот? Блин. Враги ворвались в наше убежище. На место наших запасов они украли Марий Жейн. Но они же знают, кого воровать. Понимаете? Молодая. Плодовитая. Может, придется обратно восстанавливать популяцию людей. Понимаете? Вот. К тому же пушечка такая милая. На ней и поспать можно. И как бы укрыться. Она погреет хорошо. Прям в зимний, опасный. Будет же по-любому какая-нибудь ядерная зима. Она как бы девушка в теле. Понимаете? Как бы это очень хорошо. Вот. Она защищалась изо всех сил. И неистово кусала своих похитителей. Надеемся, с ней все в порядке. Тед наслаждается жизнью. У него нет никаких проблем. Вообще никаких. Он там при смерти уже болеет. Весь умирает. Нос красный. Лицо зеленое. Проблем никаких вообще. Все норм. Рука перебита. Кот убежал. Так, у него там ничего там. Тебе пожрать, попить, покакать. Нет, все нормально. Болеет, ушиб. Короче, у него весь прям чахоточный. За ним только теперь ухаживать. Все, больше ничего. Я случайно мискликнул и пропустил. Оу! Второй кот уже нарисовался. Я понял, что там только про холодильник что-то было написано. Что типа мы нашли какой-то холодильник. Простите, пропустил событие. И второй кот. Наверное, как это связано. Рад. Я не очень ему рад, если честно. Это ж теперь придется еду тратить на него еще. Походу, что-то коты, короче, начинают нас захватывать потихоньку. Выживать из нашего убежища. Пока Шариков сидел в своем холодильнике. А, Шариков сидел в холодильнике. В своем холодильнике. То есть... То есть это теперь его холодильник? Ё-моё, офигеть. К нам ночью забрался какой-то незнакомый кот. И полакомился нашим супом. Мы попытались прогнать незваного гостя. Однако его острые когти мигом отбили охоту с ним спорить. Блин, Шариков. Это ж твоя территория. Не должны тебе чужие коты вообще каким-то образом радовать. Коты же борются за территорию вообще люто. Они не пускают вообще никого. Ты должен выпить воды. Офигеть. Короче, мы притащили холодильник домой, я так понял. Да? И Шариков его занял. По праву главы семьи. Я так понимаю. Теперь уже. Так, надо попить им, говорит. Да ты, по-моему, обойдёшься. Так, ждём. Пока ждём только нашу хозяйку великую. Опять про радио. Да, если кто-то нас и может пасти. Ну, только радио. Но у нас его нет. Будем грустить. Так, никто не идёт. 69-й день у нас. Чувствую, мы не дождёмся Долороса и отъедем, наверное. А коты из нашего тела сделают себе, я не знаю, чесалку для ногтей. Точилку, точнее. Чесалку. Точилку для ногтей. И будет нормально. Главное, что нам нужно делать, это слушать радио, чтобы не пропускать. И грустить, и печалиться. Да, 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 да. Короче, мы без радио. Ночью у нас появился ещё один кот. Ещё один кот? Как ещё один? Два же кота. Один кот. Второй кот. Где третий кот? Офигеть, они сейчас нас с голоду поп... Какого фига? Который пустошил ещё одну банку супа. Офигеть. Мы понятия не имеем, откуда эти коты взялись, но, похоже, избавиться от них уже не получится. Конечно! Конечно! А табуретом там по спиняке? Ке-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Драки все такой барбы, как в баре. Обычные нормальные драки. Бутылку об стола, об угол стола разбил. Я розочкой подпишу, е-мое! На кота кидаешься, он на тебя Короче, у нас сожрали всю почти еду На вид Тед уже одной ногой в могиле Ему срочно нужна вода Да ё-моёк, Тед, у нас еды не осталось Почти с полторы банки И он же сейчас, тварь какая-нибудь новая придёт И опять сожжёт у нас банку Блин, какого фига И опять к нам мародёры, что ли? К нам в дверь ломится банда мародёров Они требуют, чтобы мы впустили Это не шутка, у нас есть выбор Сдаться или бороться до конца Походу, ребята, это последний наш день Потому что остался только Тед Котов они точно не заберут Их фиг ещё поймаешь, они в холодильнике Все теперь, я так понимаю, живут и плодятся там Тед, ты хоть и больной Но на безрыбий рак рыба Всё, конец Картинка просто обалденная Это просто обалденная картинка Нам кто-то, кстати, пытался письмо походу принести Просто шикарная картинка Кот в противогазе, выживший Ему хорошо Все остальные не очень, я так понимаю Все, конец Стоит нам подумать, что хуже быть не может Как появился третий кот Который уничтожил третью по счету банку Как остановить это безумие Как они вообще их открывают Как открывают консервные банки коты Объясните, я понять не могу Несметные полчища пушистых тварей Выгнали нас из нашего же дома Мы не смогли отвоевать у них ни капли супа Их когти и зубы оказались слишком остры А наша плоть слишком мягка Придется попытать Счастье в другом месте Убежище, мы будем по тебе скучать Пускай эти маленькие паршивцы поддавятся нашим супам Вот так вот Мы выжили 70 дней, блин Так, первый день Это потом походу описание идет Тех событий, которые у нас произошли за все это время Да Это было не очень Конец, кошачья империя Кошачья империя Это кстати, да Хорошее название Назову так видео Вот так вот, кошачья империя Блин, ребята, это было круто Это было просто обалденно Вы были изгнаны Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ количество пережитых дней выпито воды съедена супа сколько раз вы защищали свое убежище 0 мы ни разу не защитили его это уж точно положительных решений 11 отрицательных решений 2 на счету таки есть какие-то отрицательные решения до количество успешных экспедиций 8 из 9 предметы добытых в ходе экспедиции 32 дому вообще молодцы так мы молодцы учитывая то что я играю вообще в первый раз может конечно игра стала какая-то более как и личная не знаю тут тоже все на рандоме же понимаете это чистое веселье и полностью на рандоме получилось повезло хорошее событие вышло хорошо сходил в поход получили много еды получили много припасов там прожили подольше да какие-то вот решения там исполняешь что-то происходит вообще очень круто мне реально понравилась игрушка обалденная я не знаю продолжим ему дальше играть и конечно я думаю что в принципе поиграть то еще можно у нас много всего посмотрите тут много чего еще не смотрели я не знаю если смысл классику начинать смотрите есть сбор до выживание сбора так понимаю это просто а то же самое только на время да получается просто бегаешь по хате и собираешь вещи да в этом вся суть сбора соберите припасы чтобы как можно лучше заполнить свое убежище не включая не включено время выживания хочется просто тупо собирать но это не интересно временно разведку 9 короче это не интересно вообще совершенно бегать по дому а это чисто выживание нам надо какое-то определенное количество припасов и мы с вами сможем выживать за эти припасы но у нас здесь есть вот это вот не да больше интересно потому что здесь какая-то тема типа собрать что-то ну или просто поиграть и еще раз начать самого начала и попробовать выжить еще раз в классике короче дорогие друзья пишите пишите комментарии что вы по этому поводу думаете интересно вам его еще посмотреть если конечно же интересно то мы продолжим но если нет ну нет так нет будем играть во что-нибудь другое если вам понравилось то конечно же не забудь поставить лайк прокомментировать это видео поделиться им с друзьями также добавить поллисты и вступить нашу группу вконтакте но и конечно же не забудьте подписываться на канальчик и жмакать колокольчик чтобы ничего не пропускать а с вами был Станислав я всех вас крепко обнимаю целую люблю увидимся в новых приключениях всем пока